Сура 21. Пророки. Аль-Анбия. Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного. Все близится к земному люду, час расчета. Они же в небрежении воротят спины. И нет ни одного Господнего послания, что всякий раз он обновленным шлет, которые б не слушали они, лишь для того, чтобы им позабавляться. С беспечностью и легким сердцем, и в тайных разговорах между собой несправедливые глаголют так. Ужель он не такой же человек, как вы? Неужто поддадитесь колдовству, когда вы ясно видите, что происходит? Посланник отвечал им так. Господь мой знает всякое слово, что говорится на земле и в небесах. Он слышит все и знает обо всем. Конечно, говорят они, это клубки каких-то сновидений. Его измыслил он, конечно, обложно Богу приписав. Конечно, он поэт и только. Пусть принесет он нам знамение Господне, подобное тому, с которым слались первые пророки. И ни единое людское поселение, что погубили мы до них, не верило в послание Господне. Неужто же уверуют они? И до тебя, о Мухаммад, мы посылали лишь людей, которым откровение внушали. И если этого не знаете вы сами, спросите тех, кому Писание дано. И мы не сделали их телом, что обходилось бы без пищи или не познало б смерти вкус. Над ними оправдалось наше обещание. Мы их спасали и спасали тех, кого своим желанием избрали. И мы губили тех, которые, дозволенные Богом, приступили. Мы не спасали книгу вам о людях, в которой вам величие и честь. Ужель вам это не понять? Какое множество преступных поселений мы сокрушили за нечестие и зло, поставив на их место новые народы. И все же всякий раз, почувствовав всю мощь грядущей кары, они бросались в бегство от нее. Не убегайте, возвращайтесь к тем дарам, что были в изобилии даны вам. Вернитесь к вашим очагам, чтобы вас могли призвать к ответу. Они сказали, горе нам, поистине мы были нечестивы. Их стенания не прекращались, пока мы их не обращали в пожатую и сушенную ниву, недвижными в своей кончине. Не для забавы сотворили мы и вы с небес, и твердь земли, и все, что суще между ними. Если б желали мы найти себе забаву, мы бы нашли ее в таком, что ближе нам по духу, а не в вещественном творении, что так упорно не брежет той истиной, что мы ему даруем, если б действительно задумали мы это. О да, мы истиной пронизываем ложь, она дробит ее на части, и вот мгновенно исчезает та. О, люди, горе вам за то, что своему Творцу вы приписать хотите. Все в небесах и на земле владеет он один, а те, которые пред ним не величают, со служением ему пренебрегая, в усердии служить ему не устают. И неустанно днем и ночью они хвалы ему возносят. Ужель с земли они богов себе воздвигли, что могут мертвым жизнь возвращать? И если б там, на небесах и на земле, были другие божества, кроме Аллаха, на них бы не было порядка никогда. Да, хвала Аллаху, Господу престола, превыше он того, что предают они ему своим воображением. С него не спросится за то, что он вершит, к ним же предъявят строгий спрос. Ужель они, кроме него, других богов призвали? Скажи, представьте ваши доказательства на это. Это послание тем, которые со мной, а равно тем, что были до меня. Но большинство их истины не знает и уклоняется в невежестве своем. И до тебя, Мухаммад, мы ни единого посланника не слали, которому внушением не дали откровения. Нет божества, кроме меня, и поклоняйтесь только мне. И говорят они, взял милосердный отпрыск о себе. Субхан Аллах, хвала тебе. Да это лишь высокочтимые служители его. Они не упреждают его в слове и действуют лишь по его велению. Он знает все, что впереди у них, и то, что позади у них осталось. Они пред Господом своим ни за кого не станут заступаться, помимо тех, кому Господь благоволит. Они трепещут перед ним благоговейном страхе. А если скажет кто-нибудь из них, я Бог, кроме него, тому мы адом воздадим, так мы неправедных вознаграждаем. Ужель неверные не видят, что небо и земля единой массой были, которую мы рассекли на части и извели из животворной влаги всякое живое существо, неужто не уверуют они? Мы на земле установили прочь настоящие твердыни гор, чтобы она не колебалась с ними, и проложили в них проходы для дорог, чтобы, осознав эти знамения, они пошли прямым путем. Мы небеса раскинули для них охранным сводом, и все же отвращаются они от тех знамений, что являет им творение Господне. Он, тот, кто создал ночь и день, и солнце, и луну, и всем им начертал свой путь по небосводу. И до тебя мы никого не сделали бессмертным, и если ты умрешь, ужель они бессмертны будут? И каждая душа вкушает смерть. Мы испытаем вас и благоденствием, и злом вас искушая, потом вы возвратитесь к нам. Когда неверные тебя о Мухаммад встречают, они с насмешкой говорят, не этот ли берется поминать ваших богов недобрым словом, тогда как сами отвергают упоминание о милосердном. В природе человека свойственна поспешность, но скоро я знамения мои вам покажу, а потому меня не торопите. И говорят они, когда же это обещание свершится, если ты правду говоришь? О, если б знали те, кто не уверовал в Аллаха, тот момент, когда они не смогут отвратить огня, ни спереди от лиц своих, ни сзади от спины, а огонь поглотит их, и помощи не отыскать им. О да, он к ним придет внезапно, своей нежданностью в растерянность повергнет, и им не отвратить его, не получить отсрочки. И до тебя посланники насмешком подвергались, но их насмешников постигло то, над чем они открыто и упорно насмехались. Скажи, кто может уберечь воз днем и ночью от гнева милосердного Аллаха за столь упорное неверие в него? И все же уклоняются они от поминания своего владыки? Или есть у них другие боги, что их от нас способны защитить? Они самим себе помочь не могут, и некому от нас избавить их. О да, мы предоставили и им, и их отцам вкушать все блага этой жизни, пока их век на сей земле не затянулся. Не видят ли они, что мы, придя к земле через наше откровение, с краев ее все больше замыкаем? Так им ли праздновать победу? Скажи, я только увещаю этим откровением. Не слышат зова этого глухие, даже когда всего лишь увещают их. Но если их коснется как-нибудь всего лишь дуновенье Божьей кары, они воскликнут горе нам, поистине мы были нечестивы. В день воскресения мы установим верные весы, и ни одна душа ни в чем обижена не будет. И будь какой-либо из ее деяний, весом хотя бы с горчичное зерно, мы и его на вес положим, и нас достаточно для проведения расчета. Мы даровали Мусе и Харуну Аль-Фуркан свет и послание для тех, кто благочестие блюдет, страшася в тайне гнева своего владыки и с трепетом прихода часа ждет. И этот Аль-Куран, напоминание, которое благословили мы, и не извели вам в помощь, неужто вы отвергнете его? Мы прежде Ибрахиму даровали прямое направление его пути по жизни, и знали мы, чем он живет и дышит. Вот он сказал отцу и своему народу, что это за изображение из камня, который с таким благоговением чтите вы. Они сказали, мы нашли наших отцов с такой же ревностью их чтивших. Были отцы ваши и вы, ответил он, все это время в явном заблуждении. Они ответили, ты с истиной пришел, или ты один из тех, кто позабавиться задумал? «О, нет», – ответил он, «Господь ваш, властелин земли и неба, тот, кто их словом сотворил, и я один из тех, которые свидетельствуют это. Клянусь Аллахом, я задумал причинить им зло после того, как вы от них уйдете». Разбив он, превратил их в мелкие куски, за исключением самого большого, что можно было обратиться им к нему. Они сказали, возвратившись, «Кто сделал это с нашими богами? Он истинно злодей». Другие же сказали, «Мы слышали, как юноша один их поминал недобрыми словами, и его звали Ибрахим». Они сказали, «Приведите же его, пусть он глазам людей предстанет, чтобы они могли свидетелями быть». «Ты это сделал с нашими богами, Ибрахим?» Они его спросили. «Нет», – он ответил, «это сделал этот, самый большой из них. Спросите их, если они способны говорить». Тогда они друг к другу обратились, говоря, «Ведь истинно неправедны-то мы». Потом же к прежним доводам вернулись, говоря, «Но ты же знаешь, что они не говорят». И тут сказал им, «Что же вы тогда, помимо Бога, чтите тех, кто не способен вам ни помощь оказать, ни причинить вам вред? Тьфу, и на вас, и тех, кого опричь Аллаха, чтите вы. Разве не стоит вам об этом поразмыслить? «Сожгите вы его, одни другим, сказали, и защитите от него ваших богов, если вы действовать действительно хотите». И мы сказали, «О, огонь, будь хладен, стань безопасным, Ибрахиму». Тогда задумали они против него коварные уловки, но сделали мы их понесшими урон великий. И мы спасли его и Лута, и поселили их в стране, которую благословили для миров. И даровали мы ему Исхака, и как особый дар Якуба, и праведными сделали их всех. Мы их поставили вождями, ведущими людей по нашим повелениям, и им внушением поставили в завет дела благие совершать, творить молитву по часам и править очистительную подать. Они исполнили завет и в поклонении своем лишь нам служили. Мы Луту даровали знание и мудрость, и мы спасли его из поселения, что предавалось мерзким вожделениям, то был поистине народ злой и распутный. Мы допустили его в нашу милость, ведь он из праведников был. И еще прежде Нуха, которому мы вняли, когда он к нам возвал, и от великого несчастья спасли его и всю его семью. Мы помогли ему против народа, которые ложными знамения наши щел, то были люди зла, мы всех их потопили. Также Дауда и его сына Сулеймана, когда они давали суд о Ниве, которые причинили вред отбившиеся овцы, предлежавшие семье из их общины, и мы при их суде присутствовали сами. И вразумили Сулеймана по справедливости об этом рассудить, и каждому из них мы даровали знание и мудрость. Дауду подчинили горы мы и птиц, чтоб вместе с ним хвалу нам воздавали, и так мы сделали своей волей. И мы его для вашей пользы делать кольчугу научили, чтоб защищала она вас от своевольной ярости друг другу, но разве стали благодарны Мы подчинили Сулейману буйный ветер, что мчался по велению его в края, что мы благословили, и знали мы про все и вся. И мы поставили ему на службу кое-кого из воинства шайтанов, что для него за жемчугом ныряли, и кроме этого другие делали дела, и мы над ними были стражем. И Айюба, когда он к Богу своему возвал, о Господи, меня беда постигла, но ты ведь милосерднейший из милосердных. И мы ответили на зов его и сняли бедствие, которое его постигло, а чак семейный возвратили, к нему прибавив новую семью, по милости от нас и в назидании тем, кто поклоняется лишь нам. И Исмаила, и Идриса, и Зулькифла, все из числа таких, кто проявлял терпение и стойкость в вере. И мы их допустили в нашу милость, ведь они все из праведников были. И Зульнуна, куда отправился он в гневе, и думал, что не справимся мы с ним, и он возвал во мраке чрево рыбы, нет божества, кроме тебя, хвала тебе, поистине неправедным я был. И мы ответили на зов его, избавили от горечи и бед, так избавляем мы уверовавших в нас. И Закарию, когда возвал он к Богу своему, о Господи, не оставляй меня, ты одиноким, поистине ты лучший из наследующих то, что волею твоей пришло и отойдет к тебе же. И мы ответили на зов его, и даровали сына, и плодной сделали ему его жену, они были поистине к делам благим устремлены, с благоговейным трепетом молились нам, в смирении пред нами пребывая. И ту, что сохранила девственную плоть, и мы от духа нашего в нее вдохнули, и сделали ее и ее сына знамением для всех миров, поистине сей ваш вероустав, одно единое установление Господне, и я один единый ваш Господь, так поклоняйтесь только мне. Не вняли этому завету их потомки, и в это дело разделения внесли на толки меж собой, так что ж, им к нам всем предстоит вернуться. Кто добрые дела творит и верует при этом, усердия того отвергнуто не будет, поистине запишем это мы ему на пользу. И будет тяготеть запрет над каждым поселением людей, которое мы погубили, чтоб нечестивый люд не возвратился, пока не будет открыт доступ народам Гога и Магога, и не сойдут они со всех холмов, и станет близкой истина Господнего обета, взоры неверных в ужасе замрут, о горе нам, мы были в небрежении об этом, о да, мы были нечестивы, поистине и вы и те, кому вы поклоняетесь о притче Аллаха, растопкой станете для ада, в который несомненно вы войдете. Будь они истинно богами, они бы не вошли туда, вам всем в нем вечно оставаться, там лишь стинание для них, и там им ничего не слышать. А те, которым загодя от нас было направлено благое, будут поистине недосягаемы для ада, им не услышать даже шороха его, им быть среди того, чего так страждали их души, и там навечно пребывать. Не опечалит их великий страх, что обуяет нечестивцев, а встретят ангелы с приветствиями их, это ваш день, что был вам обетован. Тот день, когда свернем небеса, как писет свертывает цвитки, и точно так, как мы произвели начальное творение, ему на смену повторим мы этот акт, по обещанию от нас, и истинно мы выполним его. И после всех напоминаний наших, что мы являли вам через посланников своих, поистине мы в псалтере Дауда написали, что землю от меня в наследие возьмут лишь мои праведные слуги. В этом Коране истинно послание для тех, кто всей душою поклоняется Аллаху. Тебя, о Мухаммад, послали мы никак иначе, как милость нашу для миров. Скажи, открыто мне, что Бог ваш, Бог единый, ужель не станете покорными ему? А если отвернуться от тебя они, скажи, я возвестил вам это одинаково для всех, но я не знаю, близко, далеко ли то, что вам обещано в награду или в наказание. Ему поистине известно то, о чем вы речь открытую ведете, а равно то, что вы скрываете в душе. Не знаю я, быть может, это испытание для вас и доля благ, отпущенных до срока. «О мой Господь», сказал пророк, «дай справедливый суд, Господь наш милосердный Бог, лишь у Него искать вам помощь против того, что чаете Ему вы приписать». Продолжение следует...